Продолжение следует... А сейчас мы поговорим о ситуации, которая складывается в Израиле. Согласно отчету молодежи Израиля, который провел фонд Раши, фонд Гендера, 42% молодых людей в Израиле считают себя поколением неудачников и ожидают, что их будущее будет менее благополучным, чем будущее их родителей. 54% молодых израильтян признали, что если бы они имели иностранное гражданство, то предпочли бы уехать на время за границу или совмещать проживание в Израиле и за границей. 46% заявили, что цель их жизни финансовое благополучие и только 6% стремятся добиться политических и социальных изменений. При этом половина опрошенных считает социально-экономическое происхождение, а не личные качества решающим. То есть, как бы, что там папа с мамой оставят, да? Итак, кому же в Израиле жить хорошо? А сегодня мы побеседуем на эту тему с моими коллегами-журналистами. Павел Маргулян, Первое радио, и Цви Зильбер, Лучшее радио. Сегодня меня радийщики окружили. Привет! Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Итак, господа, кому в Израиле жить хорошо? Павел Михайлович, ну, начнем с тебя. Тебе хорошо жить? Мне нормально. А твоим детям? Твои дети как раз в возрасте, про который мы сейчас вот говорим. Ну, посмотрите, это, конечно же, удручающая, скажем так, статистика, которая была опубликована. Мне бы еще интересно посмотреть, там статистика охватывала людей в возрасте от 18 до 34 лет. Мне бы интересно посмотреть на мнение людей старшего возраста, что они думают по этому поводу. У меня такое впечатление, что там показатели будут немного отличаться. Кстати, я тебя перебью. Есть еще один показатель. 71% ультра-ортодоксальных евреев выразили оптимизм по поводу своего будущего в Израиле. Среди неортодоксальных евреев только 48% настроены оптимистично. То есть 71% ортодоксов считают, что все будет хорошо, и они наверняка скоро все поженятся. И правительство им поможет в этом еще, кстати. Правительство, значит, мы им поможем из наших карманов обязательно, и у них все будет хорошо. Ну, смотрите, ортодоксальная община, ей трудно будет жить общиной в любой другой стране. Ну, может быть, в Нью-Йорке там еще как-то допустимо будет. В любой другой стране сохранять свои традиции и обычаи, и надеяться на такую помощь государства, наверное, будет. Поэтому у них такой высокий процент оптимизма. А вот в остальных кругах общества там все гораздо хуже, как мы видим. Это неожиданный, для меня был опрос неожиданный по высоких показателях. Паша, у тебя что-то со звуком, то есть он то тише, то громче, то пропадает, то появляется какая-то проблемка. Небольшая. О, о. Ну, говори радиенным голосом. Как ты вещаешь на первом радио. Я все время им говорю. Я им говорю, что для меня неожиданно высоким был вот этот показатель таких, я бы сказал, чемоданных настроений молодежи, которые следуют из этого вопроса. И ничего хорошего в этом нет. Я не рассчитывал, что там 54% мечтает уехать из Израиля, из Израиля тем или иным образом, или работать и так далее. И самое главное обратить внимание, там первые пункты, это, по-моему, 12 пунктов, первые три – это экономические пункты, по которым молодежь вот с такими чемоданными настроениями. Для меня это означает то, что я вижу, что экономические проблемы, они постепенно разъедают здоровое чувство патриотизма, скажем так, в нашей стране. Потому что патриотизм патриотизмом, но когда ты не можешь купить себе жилье, когда ты не знаешь, не уверен в своем будущем, когда там был один из вариантов о том, что они не видят перспектив в том, что государство как-то поддержит, поможет им обеспечить свое будущее, как и должно быть в нормальной стране. Не давать им деньги, но обеспечивать условия нормального существования экономического, в первую очередь. А что значит условия для нормального существования? Ну, хотя бы цены, хотя бы цены, чтобы люди могли… Там один из пунктов был невозможность накопить деньги на старость, на пенсию. И люди, которые смотрят в свое будущее и понимают, что у них не будет такой пенсии, как, допустим, у бывших военных, или у каких-то элитных подразделений нашего общества, понимают, что на эту пенсию они жить не смогут. То есть тот уровень жизни, к которому они могут привыкнуть до пенсии, выйдя на пенсию, у них обрушится этот уровень жизни. И ничего хорошего в этом нет. Да мне кажется, они о пенсии меньше гораздо думают. Они в первую очередь думают. У меня тоже дети в этом возрасте в первую очередь думают, что им совершенно нет никаких шансов купить квартиру. Нет, Александр, там в этом опросе есть пункт, которым они пишут, что невозможно сделать какие-то накопления на старость. То есть молодежь, когда она, может быть, по жизни не задумывается об этом, но когда ее об этом спрашивают, и она оглядывается на свой счет в банке, на своей перспективе, она на этот вопрос вот так отвечает. И, как я уже сказал, это положение, оно разъедает настроение в обществе. И то, что мы видим в этом году еще особенно, вот эти вот демонстрации, конфликты, скандалы, не способствуют улучшению этих настроений, ухудшают. Я по итогам этого опроса, кстати, там у себя на Facebook странице провел опрос, спросил своих френдов по поводу покупки жилья за границей. И очень многие говорят, что да, у них, в их окружении или люди купили, или подумывают, или они сами подумают о том, в таких странах, как, например, Грузия и Болгария, где все на порядок меньше, где за 50-60 тысяч долларов или евро купить квартиру, а за 100 тысяч купить дом нормальный, что в Израиле является фантастикой, в общем-то. Ну и, соответственно, другой уровень цен вообще на порядок ниже, и поэтому я задал вопрос не только из-за этого вопроса, потому что в моем окружении я все чаще встречаю людей, которые говорят на эту тему, что они покупают жилье, по крайней мере, жить там на лето, спасаясь от жары, а некоторые совсем уезжают туда жить. И это, конечно, очень невдушающий оптимизм, вот эта статистика, вот эти настроения в обществе, которые у нас есть. Я хочу, еще раз хочу, я хочу дождаться такого же опроса среди людей среднего возраста, что они думают. Да, это интересно будет. Паша, я пока задам вопрос, Цвет, тебе просьба, отсоединись и присоединись снова, потому что звук у тебя паршивый, то есть он то появляется, то исчезает, что-то какая-то в короне датских дней, поэтому самоликвидируйся, а потом мы тебя возьмем обратно, хорошо? Да, окей. Да. Цвет, скажи, что, на твой взгляд, должно сделать государство, то есть для того, чтобы как-то вот эту вот тенденцию переломить? И может ли оно что-то сделать? Да. Ну, позволь мне все-таки сначала прокомментировать сами эти данные. Я считаю, что эта социология, она очень во многом спекулятивная. Объясню. Во-первых, проводить опросы, когда общество находится в таком стрессовом состоянии, когда поляризация общества, когда говорят, что эта страна движется к Ирану, что все безнадежно, что произошли необратимые демографические изменения, что в этой стране деньги будут получать только ультраортодоксы и поселенцы. Естественно, в этих условиях проводить опрос общественного мнения среди молодежи, ну да, будут примерно такие результаты, в отличие от ультраортодоксов, где результаты совершенно другие, потому что у них, в общем-то, все хорошо, все в шоколаде. У них, наоборот, ощущение, что они двигаются к светлому будущему. Что касается, да, в чем разница между ответом на вопрос социолога и реальной эмиграции, разница в том, что надо делать различия между израильтянами, коренными, которые здесь родились, и голубными евреями, эмигрантами, репатриантами, которые сюда приехали, еще внутри себя не приняли окончательное решение здесь остаться. Все-таки разница большая. У израильтян здесь корни, израильтяне, они люди очень семейные, я имею в виду даже большую семью, да, включая ближайших родственников. И израильтяне по темпераменту своему отличаются от европейских евреев, которые более атомизированы и индивидуализированы. Живут ли сегодня молодые израильтяне хуже, чем жили их родители? Ну, вот говорят, что вообще золотой век здесь был в 70-е годы. Вообще на Западе, в западном мире был золотой век в 70-е годы. Поэтому, ну, я не знаю, следующее поколение, наверное, будет думать, что нынешнее поколение жило намного лучше, чем они. Это тоже такой психологический феномен. Но я просто могу сказать, что молодежь сейчас живет по-другому. Они живут немножко в другой, немножко в другом обществе, но немножко в другом, в другой информационной сфере. Потому что сегодня мир глобальный. Сегодня ты можешь, если у тебя определенная специальность, работать из любой точки мира. Я имею в виду хайтек и так далее. В Израиле очень много молодежи и в этой области. Сегодня сплошь и рядом мы видим международные транснациональные корпорации, где можно получить релокацию и спокойно себе переехать жить в другую страну. Ну, нынешняя молодежь прекрасно разбирается в интернете, нынешняя молодежь прекрасно говорит по-английски, поэтому для них это, ну, да, такая может быть попытка, при том, что они в любой момент всегда могут вернуться обратно в свою страну, и это совершенно нормально для современного западного общества. Человек поехал там пожил, здесь пожил, тут пожил, на себя показал, мир посмотрел, выбрал, где лучшее, вернулся домой, если захотел, захотел, не вернулся домой. Это, ну, сегодня такой мир глобальный, поэтому я бы вообще не очень... Да, а что касается ультраортодоксов, да, то у них свое информационное пространство, там все течет по совсем иным информационным законам. И вот я недавно видел социологию в Демаркере, провели социологический опрос среди ультраортодоксов, вот подавляющее большинство, там порядка 90% ультраортодоксов считает, что их сектор вносит либо больший, либо, как ты думал, не меньший вклад в израильскую экономику и в безопасность, да, чем все остальные секторы. Ну вот они живут в совершенно другом информационном пузыре, у них кошерный интернет, то есть это значит, что они могут заходить только на разрешенные сайты, утвержденные раввинами и так далее. Поэтому мы можем видеть такую разницу в социологии. И вот как раз-таки, вот о чем говорил Павел, мне кажется, что эта тенденция гораздо более вызывающая опасения, чем социология среди молодежи. Это то, что пожилые люди не видят здесь возможности встретить старость. После выхода на пенсию здесь не проживешь. И это определенно, совершенно определенно. И это позор для страны, из которой уезжают пенсионеры, просто потому, что они не могут здесь прожить на вот эти ничтожные гроши. Социальное пособие по старости в Израиле, ну, в сравнении с ценами, да, оно просто смехотворное. Можно добавить к нему разные льготы социальные. Выработать, заработать себе накопительную нормальную пенсию тоже довольно сложно. И, естественно, у нас очень многие пенсионеры после 67 лет продолжают работать, до 75, до 80 лет продолжают работать просто потому, что не могут себе позволить не работать. А да, действительно, вот очень много людей уже нашего поколения, старшего поколения, покупают себе недвижимость в других странах, именно в тех странах, где покупка недвижимости дает право получить вид на жительство на пенсии. Да, вот, например, в Болгарии, если купить там дом, то можно получить там вид на жительство. И после выхода на пенсию, естественно, да, то это только для пенсионеров. И, соответственно, в Болгарии, например, у нее есть соглашение с Израилем, можно там получать израильское пособие по старости. И этой суммы для Израиля это ничтожно маленькая сумма, а для Болгарии вполне реальные деньги для того, чтобы там жить. И вот здесь, мне кажется, наше общество должно быть озабочено гораздо больше, чем по поводу молодежи. Молодежь сегодня уехала, завтра приехала. Кроме того, давайте не забывать, что сегодня во всем мире накопилось такое количество проблем. Посмотрите, что происходит в Америке. Даже жара, даже жара. Слушайте, то, на что многие израильтян жалуются, но, извините, сейчас везде жара и в Европе, везде глобальное потепление и в Штатах. Везде жара. И, кстати, в Израиле эта жара еще легче переносится, потому что у нас все под это заточено. Кондиционеры, в общественном транспорте, во всех общественных зданиях. А вот в Европе сейчас тяжко. Так что я бы не заботился особо по поводу молодежи. Да, у них есть определенные проблемы. Да, правительству вообще на это все наплевать. Правительство занимается совершенно другими делами. Ну, а я бы, я считаю, что позор государству, из которого уезжают старики, потому что просто не могут здесь свести концы с концы. Ну, смотри, я хотел бы, Паша, твое мнение услышать по поводу молодежи. Я добавлю свои пять копеек. У меня, собственно, в семье, то есть вот у меня старшая дочь, то есть у нее семья, им там 35 плюс. И вот круг друзей и знакомых, причем я говорю сейчас про коренных израильтян, у нее в основном коренные израильтяны, друзья, знакомые. Это Тель-Авив, Рамадган, Геватай. Очень много семей сейчас переезжают, делают релокацию, переезжают. Почему-то очень популярна среди израильских молодых семей Голландия. В Голландию, причем в Голландии создаются очень хорошие условия. Туда ты переезжаешь, там сразу же получаешь медицинскую страховку, очень большой запрос на израильских специалистов в плане работы, детские сады. Там даже организуются такие небольшие комьюнити, где живут израильтяне. Аналогичная ситуация произошла, когда очень многие страны, в частности Кипр, призывают израильские компании делать релокацию в эти страны и предоставляют огромные льготы, в том числе льготы налоговые, для того, чтобы хай-тековские компании переезжали вместе со своим персоналом. Так вот, Паш, вопрос к тебе. То есть все-таки что важнее? Ну, старики, старикам у нас всегда дорога, так сказать. Но когда уезжают молодые, причем самых востребованных специальностей, это значит, страна стреляет себе в ногу и лишает себя будущего. Во-первых, продолжая тему, с которой я закончил ЦВИ, и поговорку, которую ты сейчас применил, старикам у нас дорога в Израиле, да, и дальняя дорога. Дорога, да. Из страны. Вот. Значит, смотрите. С одной стороны, ЦВИ прав в том, что проводить опрос сейчас, когда общество находится вот на таком расколе, невиданном для истории Израиля, он не может быть объективным. Но есть там другая сторона. Я напомню, что в изменении там политического и общественного устройства страны там ответило 5,8 опрошных среди молодежи. А первые пункты – это экономика, это материальное положение, это стабильность экономическая. Да, я согласен, что в молодежь сейчас глобальный мир, можно уехать и вернуться. Я напомню, что нам даже Алия из России, в основном, вот до начала войны, приезжала такая, которую многие подозревали в том, что они приехали, не понравится, они уедут обратно. Мол, а где ваш патриотизм? И с такими настроениями они и приезжали. Была всегда возможность вернуться. То же самое и потенциальная, скажем так, эмиграция в другие страны, молодежи, молодежи, людей среднего возраста, да, конечно, они могут вернуться. Но если они приедут в какую-то другую страну, устроятся там на работу, будут получать хорошие деньги, хорошие социальные условия, все остальное, то желание возвращаться, мне кажется, у них сильного не будет. Они могут сюда приезжать в гости, там, к родителям или еще куда-то, если у них там все стабильно. А сейчас, смотрите, у нас и статистика говорит, ну, скажем так, и противники реформы говорят, но их надо, то, что они говорят, можно делить, а не все мутрируют. Но статистика говорит, что у нас и с кайтником идет падение. Оно было сначала вместе с мировым, но мировое вроде бы сейчас восстанавливается, а в Израиле не особенно. Инвестиции упали очень сильно. И тогда хайтикисты, которые привыкли к определенному уровню жизни, к определенной зарплате, начнут смотреть по сторонам, что, наверное, отражает этот вопрос. Тем более, что вот экзамани... Они уже давно смотрят уже по сторонам. Да, ну, я говорю об все больших и больших массах. Многие страны охотятся за израильским хайтеком. Мы вторая силиконовая долина. И будут переманивать. И чем сложнее будет жизнь в стране, чем выше цены, тем переманивать станет легче наших специалистов. И этот поток будет только расти. Я не знаю, что думают вообще руководства страны на эту тему. И хотел бы посмотреть статистику сравнительную последнего года с предыдущими годами. Потому что, мне кажется, она будет не очень оптимистичной, скажем так. Эта тенденция есть. Но цены растут. Цены на квартиры растут. И это не способствует врастанию корнями в эту землю. Господа, так вот вопрос, который я задал. Паш, пока-то отсутствовал. Я задал его ЦВИ, но ответа так и не получил. Так вот я заново задаю вам обоим этот вопрос. Так а что должно делать правительство? Что может сделать государство для того, чтобы остановить эту тенденцию? Мы сейчас, в общем-то, достигли в определенной степени консенсуса, что это плохо. То есть с этим толком никто не спорит. Это ужасно. Это плохо. Это лишает страну будущее. Это подрывает ведущие экономические отрасли. Тот же самый хай-тек. Что можно сейчас сделать, ЦВИ? Хороший вопрос. На самом деле, мы все это давно знаем. Бороться с монополиями, разрушить строительную монополию, разрушить монополию импорта, разрушить монополию на производство молока, разрушить все остальные монополии, дать разрешение на строительство, прекратить спекуляцию государственными землями для строительства, дать возможность запустить сюда турецких подрядчиков, например. И, ну, слушайте, я просто не хочу сейчас повторять всю вот эту теорию свободной рыночной экономики. Я думаю, что все и так это себе представляют, потому что цена определяется спросом и предложением. Если увеличивать предложение, то цена пойдет вниз. Вот, кстати, это то, о чем ты говорил, что сегодня разные страны мира конкурируют друг с другом для израильских хай-текистов. Это очень хорошо, потому что государство в какой-то момент начнет чесать себе репу и думать, а что мы можем сделать для того, чтобы их все-таки заинтересовать остаться здесь. Ты уверен, что начнет? Пока что государство занято совсем другим. Ну, правительство, да, правительство. Правительство, да. Ну, да, потому, ну, когда они увидят обвальные цифры, что хай-тек в Израиле заканчивается, я думаю, что они начнут чесать репу и думать, какие дать стимулы, какие дать льготы для того, чтобы улучшить. Но, слушайте, не ограничивается все хай-тековцами. У хай-тековцев все везде в порядке. Они могут жить хоть в Таиланде, где жизнь очень дешевая, и получать зарплаты в Голландии, да, и жить себе на эти деньги просто супер богато, да. То есть они все, вот особенно во время короны, народ начал переходить на удаленную работу через интернет, появился Zoom и другие разные примочки. Поэтому сегодня все рабочие отношения изменяют. Сегодня люди просто ищут себе работу, чтобы можно было, ну, хотя бы три раза в неделю не ездить на работу, а работать из дома. И это очень удобно, и это экономит огромное время на дорогу и позволяет людям улучшить качество жизни, быть больше времени с семьей и так далее, и так далее. Но, опять же таки, вот ты говоришь про Голландию. У каждой страны есть свои проблемы. Я тебе говорю, как человек, который четыре с половиной года жил в Голландии. Начиная с совершенно кошмарного, отвратительного, ужасного климата. Были годы, когда за целый год не было ни одного солнечного дня. У голландцев один из самых высоких в Европе уровень детей до 16 лет, которые сидят на антидепрессантах. Там то ли четверть, то ли треть, то ли половина, я не помню, какие-то были самые высокие цифры по Европе еще в 90-е годы. Чуть что, они сидят на прозаке. И, в частности, погода, климат тоже на этом сказывается. И по закону Голландии положено два отпуска в году, чтобы они поехали где-нибудь на солнышке. Погрелись, потому что хроническое отсутствие солнца приводит. Ну, слушайте, везде есть свои проблемы. В Голландии огромная проблема мигрантов. И человек, который туда сейчас приезжает по релокации, он встречает тоже к себе такое отношение. Ну, в Голландии, может быть, в меньшей мере, потому что голландцы очень толерантные. Вообще, по-моему, самая приятная нация в мире – это голландцы. Они очень толерантные, они очень открытые люди. Но на сегодняшний день очень многие там тоже озверели, потому что размеры эмиграции людей из культур, которые совершенно чужды Европе, и чужды Голландии, и чужды Нидерландам. Люди из тоталитарных стран, которые считают, что они должны в новой стране делать так же, как и было там, откуда они бежали. И на самом деле, да, вот я такими эвфемизмами говорю. И там тоже свои правительственные кризисы. Там проблемы, например, есть с марокканцами, которые приезжали туда, получали голландскую пенсию, и потом возвращались в Марокко. И там безбедно жили на эти деньги. И вот, да, в Голландии на самом деле очень сильны были вот эти ультраправые настроения, антимигрантские настроения, и даже антиевросоюзовские настроения. Там тоже вот этот, они же говорили после Брексита, Нексит. Нексит – это слово Нидерланды. Нексит, Нидерланды, чтобы вышли из Евросоюза, потому что их совершенно не устраивает вот эта миграционная политика, когда огромные массы мигрантов совершенно неконтролируемые, и страна не может закрыть свои границы, потому что вокруг другие страны Евросоюз. То есть в каждой стране есть свои контекстуальные проблемы. И это то, что называется влезть в постель другого больного. Там тоже есть свои проблемы, там тоже другое дело, что там в Голландии вообще в принципе нет такой идеи, что каждая семья должна купить свою квартиру. Там есть социальное жилье, слушайте, там есть социальное жилье, там никто не заморачивается вообще по поводу покупки квартир. Если человек снимает жилье, он полностью защищен государством от гигантского удовольствия общаться с хозяином этой квартиры, он его не знает, он его не видит, его к нему не допускают, хозяины имеют в виду. Все это делается через государственный полугосударственный фонд. Человека никто оттуда никогда не может выгнать, он только может сам оттуда переехать. Если он работает, получает выше определенного уровня зарплату, значит, он за эту квартиру платит. Если он не работает и живет на социальном пособии, значит, эту квартиру ему оплачивает государство. То есть вот... Почу в Голландию. Ты только что вот сейчас, так сказать, сагитировал. Нет, я просто это говорю к тому, я просто еще с 90-х годов это говорю на самом деле, и много писал ты в своих статьях, что слушайте, вот эту дикую проблему, вот этот квартирный кризис очень просто решить. Возьмите вот готовые. Создается государственный фонд, строится, ну, на частные деньги, разумеется. Это все на частные деньги. Инвесторы, которые захотят потом это жилье сдавать, долгосрочную аренду. И если появится серьезный фонд, большой фонд государственного жилья или полугосударственного жилья, просто жилья в долгосрочном аренде. Паш, к тебе вопрос. Кроме, так сказать, Нуцвиз сказал, что для того, чтобы остановить как бы отток молодежи, то есть нужно там первое, второе, третье, четвертое, нужно финансовые определенные сделать вливания, нужно, значит, снизить цены и так далее. Кроме этого, есть ли какие-то рычаги, кроме ценовых и кроме материальных? На твой взгляд, вот, по итогам этого опроса, как бы, ну, на первом месте стоит действительно все-таки материальные проблемы. Но есть еще что-то? Ну, там материальные проблемы на первых трех местах. Я хочу напомнить. То есть ты хочешь сказать, что холодильник побеждает телевизор, да? Ну, у нас телевизора нет. У нас же нет по телевизору пропаганды. У нас, наоборот, по телевизору в нашей СМИ рассказывают, в первую очередь, о недостатках в нашем обществе и так далее. У нас все устроено по-другому. Вот на твой вопрос, что должно делать правительство, я не экономист, я не знаю. Я знаю одно. Правительство должно заняться этим вопросом. Оно, причем не на уровне предпыборных обещаний заняться этим вопросом, а реально. Мы этого не видим. Я знаю, что прошлое правительство, господин Либерман, как министр финансов, кто там заявлял об отмене таможенных каких-то сборов за овощи и фрукты. Я не знаю, насколько тут же встали сельскохозяйственные работники, фермеры стали протестовать. С молоком такая же сейчас проблема. То есть борьба с местным производителем. Правительству не удается найти какую-то золотую середину. То есть поддержать местного производителя так, чтобы он не возражал против импорта каких-то товаров, чтобы позволить снизить цену. Да и вообще правительство сегодня, мы знаем, чем оно занимается с начала своего существования, вот эти уже почти 7 месяцев жизни в стране. Воюет с собственным народом. Я напомню, что по всем предвыборным опросам перед 1 ноября, дороговизна цен была на первом месте. Безопасность на втором. В предпочтениях правительства, дороговизна, я не знаю сейчас на каком месте, по-моему, может быть на 16. И это не способствует. Цены растут везде. Несмотря на какие-то заявления, я не вижу никакого-то реального снижения цен хоть на что-либо в стране. Понимаете? Я не вижу корректировки дохода. То есть мы будем продолжать терять нашу молодежь. Господа, к сожалению... Терять наши доходы. Да, мы будем терять доходы и терять молодежь, соответственно. К сожалению, наше время стекло. Нас, так сказать, ждут уже наши коллеги для следующей программы. А я напоминаю, что мы беседовали с двумя радищиками. Цви Зильбер – лучшее радио. И Павел Маргулян – первое радио. Господа, спасибо. А наша программа продолжается. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok